Слава Господу! Доброе утро! Драгоценный, мы всегда должны понимать, что проповедь Евангелия это духовная война. И когда мы читаем Слово Божье, мы знаем, что... Помните, когда вышел сеятель сеять, и он посеял, но написано, пришел кто? Еще и дьявол приходит на Слово Божье. И его задача, когда проповедуется Божье Слово, чтобы это семя, оно не проросло и не принесло никакого плода, чтобы жить с чем-то. И пусть нас сегодня Господь всех благосовит. Слава Богу! Еще раз всем доброе утро! Мы также приветствуем всех, кто онлайн у нас будет смотреть, слушать Слово Божье. Пусть нас всех Господь благосовит. Давайте мы откроем Слово Божье. И тему сегодня моя, она будет называться «Не гряди Господи Иисусе». Я объясню, почему я так ее назвал. Если вы откроете книгу Откровения, последнюю главу, книга Откровения, последняя глава, вы увидите, что Иоанн Богослов в 22 главе, после того, когда Господь показывает ему золотой Иерусалим, после того, когда Господь показывает ему то, что, друзья, нас всех ожидает, после того, когда наше время здесь закончится на земле, после того, как придет Иисус Христос. И когда Иоанн Богослов увидел все это в видении, то 20 стих говорит так, «Свидетельствующий сие говорит, «Ей гряду скоро. Аминь». И Иоанн, он отвечает, «Ей». То есть, да, гряди Господи Иисусе. Но почему я называл проповедь «Не гряди Господи Иисусе»? Я сейчас объясню. У нас 23 февраля была мужская конференция, и брат служил армянин Артур. И когда он вышел проповедовать, и он свою проповедь начал с таких слов, «Ты ожидаешь Иисуса Христа». И было полночь. И я помню, в реке, наверное, 2-3 человека, знаете, да, там что-то про себя прошептали. Брат Артур, он снова повторяет этот вопрос и говорит, «Ожидаешь ли ты Господа Иисуса Христа?» Ну, уже, наверное, 10 человек, может быть, сказали. Ну, брат Артур понял, что нужно спасать нас всех. И он сказал еще раз, он говорит, «Подними руку, кто ожидает Иисуса Христа?» А я сидел вот здесь на первом ряду, и вот, знаете, честно вам признаюсь, сижу и вот думаю, я замешкался, поднимать мне руку или нет? Я вам сейчас объясню, почему. И я удивился, на самом деле, этой реакцией внутри себя. И я вот был в такой, знаете, в борьбе, вот поднять или нет. А мы ведь знаем, кто читает Библию, тот знает, что когда придет Иисус Христос, то все дела, все, что на этой земле, знаете, все, во что мы так много вкладывали, что нам очень сильно нравится, что нам любится и так далее, да, мы знаем, что все это сгорит, написано. Будет новая земля, будет новое небо. И хочу даже заметить, что в последнее время я очень редко слышу об этом проповеди, да, очень часто мы проповедуем, как нам здесь, что было хорошо на этой земле, но Слово Божие верующих людей называют странниками и пришельцами. Оно говорит, что наш дом, он не на земле, наш дом, он на небе. Аминь, скажи на это, если ты христианин, верующий человек, если ты понимаешь, о чем я говорю. Так вот, почему я вот замешкался, да, и зная то, что когда придет Иисус, все это сгорит, ничего не останется. И у меня такие мысли, думаю, господи, я же там предоплату дал, кто-то, ну, и кто-то, вы знаете, я так подумал, и кто-то ведь что-то хочет попользоваться чем-то, да, кто-то лето ждет, кто-то за машину, может быть, какой-то уже взнос дал, да, а кто-то вообще уже путевки себе покупает на лето, чтобы где-то хорошо отдохнуть, да, и вот представьте, сейчас вот в этот момент придет Иисус Христос. Да нет, господи, мы как бы не против, но можно, когда попозже как-нибудь, да, еще я заметил одну вещь, что мы ожидаем особенно Иисуса Христа, когда нам плохо в жизни, знаете, когда ты в болезни, когда у тебя проблемы, ты молишься, господи, забери меня, или ты приди быстрее, но я заметил одну вещь, когда у нас все хорошо в жизни, ну, как-то и мы не спешим, чтобы Иисус приходил, да, может быть, попозже пусть придет, мы часто вспоминаем сразу место Писания, что будет проповедовано до края земли, и тогда только, и мы вот еще не везде проповедовали, поэтому у нас еще есть время здесь, да. Очень интересно, Иисус Христос в Евангелии от Луки, в 17 главе, Иисус Христос, в Евангелии от Луки, 17 глава, 32 стих, Он говорит, вспоминайте жену Лотову, и как раз, почему Он говорит об этом, а Он рассказывает и говорит о последнем времени, о своем пришествии, о том, когда все это на земле здесь закончится, и Он говорит эту фразу, вспоминайте жену Лотова, и вы знаете, что это была за женщина, да, что с ней случилось, вы помните? Они должны были спасаться, они должны были уходить из Содома, Гаморы, мы прочитаем сегодня эту историю, я просто в двух словах скажу, и вы помните, что произошло с этой женщиной? Им было наказание, ангелы Божьи сказали, когда вы будете уходить, вы не должны что делать, оборачиваться назад, но эта женщина, она что, не сдержалась, да, и повернулась, чтобы посмотреть, и вдруг написано, она превратилась в соляной столб, я вот, когда уверовал, я был очень, я проповедовал про эту женщину, и вы знаете, я такой был, ну, категоричный, я говорю, как она могла, эта женщина, такое позволить, ведь сами ангелы пришли, ведь мы как думаем, если Бог бы с неба нам сказал физическим голосом, да мы бы все сделали, да мы бы все оставили, да, мы бы даже ни минуты не сомневались, и вот тут представьте, такая женщина, да, как она могла так поступить, сам ангел ее вел за руку, сам, все, Бог лично им говорил об этом, и вдруг она все равно смотрит назад, и я так, ну, знаете, с таким, я так ее осуждал за это действие, но прошло время, я понял, почему я ее осуждал, потому что, вы знаете, у меня ничего не было тогда, я пришел к Богу, и это была зима, на мне были одеты летние туфли, такие джинсики были зашорканные, рваненькие, ничего не было, все было разрушено в жизни, в принципе, и возраст еще был довольно-таки молодым, по сути своей, каких-то, может быть, экономических благ, тогда еще и вообще их и не было, да, и по сути своей, мне нечего было терять, и когда я помню, пришел к Господу, я молился, сказал, Господь, если ты есть, ты помоги мне, спаси меня, измени мою жизнь, и мне нечего было дать ему взамен, мне нечего было терять, и, конечно, когда я читал про эту женщину, я проецировал это через свою жизнь, я говорил, какая неправильная сестра, какая она непослушная, почему она так поступила, но прошли годы, и я знаю, когда мы идем за Богом, когда мы верим в Бога, Бог благословляет нас, Он изменяет наши жизни, Он начинает проявлять заботу, дает нам какие-то возможности, открывает какие-то двери, дает нам встречи, знакомства, Он благословляет нас экономически, у нас начинает что-то появляться, и уже ты собираешься в церковь, и ты начинаешь даже выбирать, когда-то были одни туфли, а тут ты уже выбираешь, что же мне одеть, какой уже из нескольких вариантов, еще что-то появляется, у тебя машина, жилье свое, дом, какой-то уют создается в твоей жизни, и тогда уже, когда я начинаю задумываться, про жену Лота, тогда я уже немножечко начинаю, ну как бы ее понимать, потому что, почему эта женщина повернулась тогда, а очень просто, потому что было что терять, было что потерять, давайте мы откроем эту историю, и мы прочитаем ее, и я верю, что сегодня она очень актуальна будет для нас, как для верующих людей, это книга «Бытие», 19 глава, 19 глава с 12 стиха, книга «Бытие», 19 глава с 12 стиха, предыстория такова, и в принципе, даже, наверное, неверующие люди знают, и Содом, и Гомора, да, эти знаменитые города, и, наверное, их даже сегодня упоминают, и не только верующие люди, что это были за города такие, да, мы знаем, что в них жили люди, и они очень сильно были развращены, они настолько развратились, да, что написано, чаша гнева Божьего, она переполнилась, и эти люди своим поведением, своим образом жизни, мы знаем, что там был, процветал гомосексуализм и так далее, вы прочитаете всю эту историю, и посмотрите всю главу, и вы сможете увидеть, об этом, обо всем написано в Библии, мне чем нравится Библия, она всегда как есть, так и есть, да, она правда, то есть, она ничего не прикрывает, она говорит, как есть, вот такая ситуация была в этих городах, люди, они отвергали Бога, и предыстория такова, что Авраам, когда выходил из Ура Халдейского, когда Бог пришел к нему и сказал, выйди из него, и пойди в землю, которую я дам тебе, и твоим предкам, и я благословлю тебя, и мы знаем, что Авраам, он начинает идти за Господом, он начинает свой путь, и написано, что он взял своего племянника Лота, и когда они шли в пути, это не было год-два, это определенный отрезок жизни этих людей, и написано, что они настолько стали богатыми в дороге, пока они совершали этот путь, они стали очень богатыми людьми, о чем я уже и сказал сегодня, что когда мы идем за Богом, Бог благословляет нас, и то благословение, которое Бог дал Аврааму, оно распространилось на его племянника, вы знаете, я верю, что то благословение, которое сегодня мы получаем от Бога, оно будет распространяться на наших детей, на то поколение, которое будет идти после нас, скажи на это Аминь, друзья, они будут еще успешнее, чем мы, они будут еще благословеннее, чем мы, они еще больше будут служить Господу, чем мы, Аминь. Друзья, это происходит, мы видим это, и через Авраама благословение переходит на Лота, и написано, что они настолько стали богатыми, у них настолько стало много скота, что они перестали помещаться на той земле, где они находились, и пастухи, они начали между собой ссориться, и тогда Авраам, мудрый муж Божий, он сказал Лоту, мы не должны ругаться, мы не должны ссориться, ну, по крайней мере, там написано так, не знаю, может быть, это было просто по-еврейски, так выглядело, мы не знаем, что происходило, какие были отношения, но мне кажется, их отношения все-таки натянулись, после этой ситуации, ну, мне так кажется, я скажу потом, почему я так думаю. Так вот, что происходит дальше, Авраам говорит, давай мы разделимся с тобой, и куда, ты можешь сам выбрать, я тебе даю право приоритета, выбора, ты можешь выбрать любое место, куда бы ты хотел пойти, хочешь налево, хочешь направо, и написано, что Лот, он наглядел, вот эту землю Содома, Гоморы, это была окрестность Иорданской земли, что она рошалась, и было много травы для скотины, и он выбрал эту местность. И написано, что Лот, он пошел туда, и он жил как раз в этих городах Содома и Гоморы. И иногда, ну, когда я читал эту историю, я увидел, что, ну, вот когда написано, что гнев Божий, он, чаша гнева Божия напереполнилась, и я сначала думаю, ну, почему Бог вот не проявил к ним свою милость, он же любит, а все просто. Лот был в этих городах, и люди, которые там жили, они видели жизнь Лота, праведного Лота. То есть, Лот, он и был этим свидетельством там в этих городах, он и был той дверью, той возможностью спасения, покаяния, изменения жизни этих людей. Но написано, что эти люди, они не хотели меняться, они не принимали Лота как Божьего человека, они не принимали эту Божью истину в свою жизнь. И что происходит дальше? Вы смотрите, 19 глава, с 12 стиха, и сказали мужи, уже ангелы пришли к нему, чтобы предупредить его, и вот что они говорят, сказали мужи тебе Лоту, кто у тебя есть еще здесь, зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь поссал нас истребить его. И вышел Лот, и говорил с зитями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребил сей город, но зитям его, что, показалось, что он шутит. Ну вот, сегодня ты кому-то хочешь Евангелие донести, да, проповедуешь, а ему кажется, что всерьез не воспринимается, по сути своей, ничего не поменялось, да, за столько тысяч лет. Сердца людей, они одинаковыми остаются. Иногда они, к сожалению, черствые, закрытые, и всерьез не воспринимают никто Божье Слово, да, ну, не то, что никто, многие не воспринимают. Посмотрите дальше. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою, и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил, то мужитие, по милости к нему Господне, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им, нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать к сей городу, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя, и сказал ему, вот в угодность тебе, я сделаю и это, не испровергну городов, которые ты говоришь, о котором ты говоришь, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сегор, солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сегор, и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огнем от Господа, и огонь от Господа с неба, и не спорвер города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли. Жена Жолотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом. Друзья, на что бы я здесь хотел обратить ваше внимание? Я уже сказал, почему Христос говорит, чтобы мы сегодня, живя в наше современное время, уже прошло очень много, действительно, лет с того момента, когда это произошло с женой Лота. Почему Иисус говорит, вспоминайте, почему Иисус говорит, вспоминайте жену Лотова? Это очень важно. И я уже сказал, друзья, сегодня у нас настолько много различных благ в жизни, которые нам дал Бог, которыми нас Господь благословил, но мы не должны прилипать к этому свое сердце. Это очень серьезный момент. Вы знаете, почему они медлили, и почему она повернулась? Я сегодня могу представлять. Вот представьте, написано, что они очень богатыми были. И я так размышляю, интересно, какой был дом у них? Сколько был этот дом этажей? Какой там был сад? Какой посудой пользовалась жена Лота? Тефаль, наверное, или как сейчас там? Какие модные, да? Какая косметика у нее была, да? Какие там растения росли, какие цветы? Ну, вы представьте, они там, там дочери их выросли, они там замуж вышли, они дети. Это же, это не просто, если когда они шли с Авраамом, это была просто палатка, это было, это всегда было кочевание, понимаете? Это не было никакого, как сказать, не было никакого, они корни не пускали, когда они шли с Авраамом. Но здесь Лот, он селится прямо в городе. И это целая жизнь, понимаете? Это устройство быта, это огромные вложения, это очень много ресурсов, времени, это, я представляю, ну, они очень, у них было очень хорошо там. Лот, мы знаем, он не был там в городе последним человеком, там, конечно, он был среди там, я думаю, таких, ну, управляющих, да, людей и так далее. Он имел власть определенную, свою авторитет, потому что мы видим, когда там ангелы приходят и так далее, это вы можете все прочитать, потому что он был очень богат. И, естественно, когда мы читаем, мы нигде не видим, здесь Господь не говорит, подгоните фуру, грузчиков наймите, загрузите все заранее, да? Ну, мы бы так сделали, правда? Не было нигде, мы не видим в этом тексте, он сказал, спасайте свою душу и нигде не останавливайтесь. То есть, они должны были выйти из этого города и они должны были выйти только в том, что у них есть. Все. Друзья, точно так же и с нами будет. Когда человек умирает, уходит с этой земли, что он может взять? Он ничего не может взять с собой. Ничего. Ничего невозможно взять. Это невозможно. Каким ты приходишь в этот мир, таким ты отсюда и уходишь, да? Ничего с собой невозможно взять. Когда придет Иисус Христос, если вы прочитаете в Библии, там написано, что все, что здесь есть, оно все сгорит. Будет новое небо и будет новая земля. Такая непопулярная, знаете, сегодня проповедь. Новая, какая новая, брат, сегодня надо здесь новую землю нам, да? Здесь бы научиться, как мы ведь сегодня ищем формулу, как же нам верить здесь, чтобы не болеть, чтобы слез не было, чтобы все было хорошо, чтобы успех, чтобы экономика у нас была всегда процветающая. Мы здесь пытаемся построить. Друзья, это невозможно. Написано, что этот мир, он только будет становиться хуже и хуже. Беззакония в этом мире его будет больше. Но мужайтесь, написано так, мужайтесь. И если мы читаем Слово Божие, знаете, где не будет слез? Вот как раз там, где нас ожидает Иисус Христос, где не будет солнца, потому что сам Христос там будет солнцем. Прочитайте. Просто нет времени, очень много об этом написано в Откровении, вот как раз в последних главах, там описывается тот золотой Иерусалим, где даже улицы из чистого золота. Сегодня здесь у нас война, люди убивают друг друга за золото, за богатство. А там написано, мы будем ходить по этому золоту. Там не будет слез, там не будет болезней. Вот понимаете, то, что нам, мы, ну, знаете, это на уровне ДНК, я бы так сказал, заложено, искать этого. То есть, в человеке это все есть. То есть, ты не удивляйся, почему ты это все время ищешь. Успеха, спокойствия, уверенности, да, там, я не знаю, что-то не плакать, всегда радоваться. Это внутри инстинкт, он заложен в нас. Это качество, оно вложено в нас Богом. Но, знаете, хочу сказать, здесь на земле его не найти. То, что ищет наша душа, здесь на земле, этого нету. Сколько бы ты ни выпил, сколько бы ты еще чего-то не сделал, куда бы ты ни залез, на какую гору бы ни поднялся, с какой высоты бы с парашюта не прыгнул, еще что-то. Душа всегда, она, нет покоя, она всегда ненасытна. Ей всегда этого мало. И я хочу сказать, знаете, почему? Да потому что она знает, потому что она знает, что ее место, оно в раю с Богом. Она знает, она знает это. Она запомнила это тогда, когда Адам и Ева появились на этой земле. И это каждый раз, каждый человечек, когда рождается, вот эти чувства, они очень маленькими, знаете, в маленькой пропорции, они все время передаются каждому из нас. И когда человек вырастает, ты автоматически ищешь, ты ищешь этот рай, понимаете? Ты ищешь общение, твоя душа ищет общение с Богом, просто человек этого не понимает. А мы начинаем это по-другому пытаться, знаете, накормить нашу душу, удовлетворить нашу душу, но ничего не получается. И тогда, когда ты приходишь ко Христу, встречаешься с Богом, ты переживаешь это состояние. Скажи аминь или нет, Ты переживаешь эту радость, и ты переживаешь этот покой. Но посмотрите, настоящая радость, Божья радость, она не зависит от земного, она не зависит от того, как у тебя в реальности твои дела, есть ли у тебя рубли в кармане, или еще что-то, здоров ли ты на все 100%, это в Божья радость. Она не связана с земными благами, потому что она небесная, друзья. Она идет из Иерусалима золотого, она идет из рая, это Божья радость, это удовлетворение, умиротворение, этот мир, покой, его нет здесь, на земле, друзья. Его невозможно найти здесь, его невозможно добыть, ни из чего земного, оно приходит с неба. Это большое благосовение, которое Бог нам дает. Каждому верующему человеку мы можем этим пользоваться, друзья. Мы можем это получать, встречаясь, переживая Бога, находишься в церкви, в просовлении, в поклонении, в течении Слова Божьего, в молитве. Ты переживаешь это состояние. Друзья, наше жительство, оно на самом деле не на земле. Так вот, почему я сказал, что я сегодня где-то стал понимать эту женщину, эту женщину, которой нужно было все оставить, которая так много сделала там, этого мужчину, этого Божьего человека, я его понимаю. Представьте, сколько они потратили время, чтобы там устроить свою жизнь. И вдруг приходит Господь и говорит, вы должны все это оставить, это все, вы ничего не должны взять. И мало того, вы еще и должны не оборачиваться назад. Представьте, кто-то крестит, аминь, слава Богу. Сегодня я понимаю, заглядываю в свое сердце, я вообще был очень удивлен, почему я сразу не поднял свою руку, когда этот брат сказал, ожидаешь ли ты Иисуса Христа? Я был удивлен и начал размышлять. И тогда я заметил в моем сердце, что есть вещи, которые мне здесь так нравятся уже сегодня, которые мне так полюбились, которые мне так... И вы знаете, они ведь неплохие, вы поймите, я же не говорю сейчас о плохом. Ведь то, что они жили, у них была семья, было имущество, дом, это же неплохо, это же ведь хорошо. Но самая важная мысль здесь, братья и сестры, что наше сердце, оно не должно прилепляться к этому земному. Тогда ты скажешь, а зачем же Бог нас благословляет? Зачем же Господь благословляет нас? Зачем же Бог нам дает все эти блага, которые мы здесь можем пользоваться? Для чего? Да, друзья, единственная причина, почему Бог нам сегодня дает, чтобы мы с вами прославляли Его. Вы знаете, почему Авраам был богатейшим человеком? Почему Лот был богатейшим человеком? Через это проповедовалось Слово Божие. Вот так. Это была... Это форма в то время, поймите, совсем были другие. Это не как сегодня. Визу оформил и поехал в любую точку мира. Нет. Тогда нельзя было приходить на чужие территории. Но Бог прославлял себя, используя всех этих людей. Божьих людей. Он благословлял их настолько сильно, чтобы люди, которые были рядом, вокруг, они видят то богатство, то процветание, которое они имели. Они говорили, это Бог у них такой. Это так Бог их благословляет. Именно так. Посмотрите, почитайте, Ветхий Завет, друзья. Бог прославлял свое имя через экономику израильского народа. Бог с пустого места давал им такие процветания. Слава Господу, друзья. Сегодня мы также можем переживать это в своей жизни, но мы должны понять, для чего сегодня ты имеешь все блага в своей жизни, чтобы ты прославлял Господа. Когда в Евангелии от Луки 13.13, там, помните, скорченная женщина была 18 лет, и она была в храме, и Иисус учил, и написано, он заметил ее, возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась. И знаете, что она начала делать? Она начала славить Господа. Я прочитал, думаю, ну славить, знаете, у нас всегда ассоциация славить Бога, это просто петь Богу. Ну, я вот не очень хорошо пою, честно сказать, слуха нет. Но, когда я открыл словарь, я посмотрел, что такое славить Бога. одно из значений, делать кого-то известным. Делать кого-то известным. Своей жизнью, люди, когда смотрят на твою жизнь, они должны видеть, как Иисус действует через тебя. Что Он сделал в твоей жизни. Делает, ты делаешь Иисуса Христа известным через свой пример, через то, что ты имеешь сегодня в жизни. И цель, друзья, нам дает Бог, чтобы мы прославляли Господа, а не то, что Он нам дал. Пусть Бог на всех благосовит. Так вот, смотрите, что дальше в этой истории. Я бы хотел обратить внимание на некоторые моменты, которые здесь написаны. Посмотрите, когда ангелы Божьи начинают торопить Лота, очень интересный диалог у них состоялся. С 18 стиха. Может, 18 стих. Посмотрите, они ему говорят, что делать, дают подробную инструкцию, как они должны были спастись. Но 18 стих, я считаю, что это, наверное, роковые слова. Самые, наверное, те слова, которые вообще переменили полностью ход жизни Лота, полностью изменили его дальнейшую судьбу. Но Лот сказал им «Нет, владыка». Вот знаете, даже эти два слова, они вообще не сочетаются. Вот владыка, это должно быть сказать «Да, владыка», да? Если это владыка. Если ты действительно признаешь Бога царем, если ты действительно признаешь Бога своим богом, то как может быть «Нет, владыка»? Должно быть «Да». И дальше такая, знаете, очень красивая молитва звучит. Лота, вот раб твой, обрел благоволение пред очами твоими, велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору. Посмотрите, Господь говорит ему, ты должен сейчас спасаться куда? На гору. Но что делает Лот? Он меняет, он начинает влиять на решение Бога о его жизни. И вот после вот этих слов, очень интересно, как Бог реагирует на эти слова, да? Вот он ему говорит, вот ближе бежать всей горы, то есть Лот, я не знаю почему, что произошло с ним, я не знаю до конца, но здесь что-то происходит с Лотом. И он уже начинает оценивать себя как-то физическими глазами, он начинает оценивать свой возраст, свои собственные возможности, хотя он знает, что перед ним стоит Бог, через этих ангелов с ним говорит Бог, и при всем при этом он начинает сомневаться. Если, послушай, если Бог тебя куда-то направляет и дает тебе какое-то задание, он обязательно даст тебе все ресурсы, он никогда тебя не оставит, ты пройдешь любой путь, даже печь огненную, ты пройдешь, если туда вместе с тобой идет Бог. Так вот здесь очень интересно, Лот, он начинает сомневаться, начинает оценивать свои физические возможности, и он говорит, я не смогу туда пойти. Друзья, гора, спасайся на гору, мы знаем, что если мы читаем Библию, гора это всегда, гора это всегда символ взаимоотношений с Господом, это всегда молитва, это всегда, это всегда встреча с Богом. На горе Моисей получил скрижали, помните? На горе молится Иисус Христос. И, ну, можно говорить очень много-много, и мы знаем даже распятие Иисуса Христа тоже, да? И это место борьбы, это место встречи, это место чуда, это место получения откровений Божьих. Это всегда было, и я хочу сказать, это всегда непросто. Всегда непросто пойти на эту гору. Всегда это будет нелегко. Всегда это непростая задача. Но я верю, что если Бог меня туда зовет, Он даст мне силы подняться на нее. Но Лот, он здесь совершает вот эту, ну, мне, на мой взгляд, мне кажется, это некая ошибка, очень трагическая ошибка. И дальше он говорит, и сказал, посмотрите, что ангелы отвечают Лоту, и сказал ему, вот, в угодность тебе. Какие слова? И я, когда я почитал эти слова, я думаю, Боже мой, сколько раз вот, я вот, вот, что-то просил у тебя, мы же беремся из Нового Завета всегда, помните, неотступная вдова, там, ходила, докучала, Бог, дай, 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 и он говорит, ну, ладно, по неотступности твоей, да, в угодность тебе. Но, посмотрите, я начал размышлять, сказал, Господи, как часто, наверное, немало раз было в моей жизни, что я что-то просил у тебя, и так горячо просил, что ты это делал, но ты это делал, не потому, что это была воля твоя, но ты это давал мне, потому что, вы знаете, как вот маленькие дети, они вот к чайничку хотят прикоснуться, знаете, потрогать его, чайничек горяченький, да, мы что, мы говорим, не надо, сынок, не трогай ты чайничек, он горячий, ну, что ребенок, он говорит, ой, хочу потрогать, он не горячий, да, или в розеточку, помните, там в детстве, засовывали что-то, нет, мама с папой говорит, не суй туда ничего, особенно сразу в две, да, не суй туда, помните, а батарейка квадратная, помните, лизали батарейку в детстве, ну, вот это уже ближе, побольше, реакция, не лежи батареечку эту, как она называлась, квадратная такая, а, крона вообще хорошая, там 9 было, там так прошибало, да, 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 так вот, вот нам родители говорят, ты не делай этого, помните, да, не надо ничего, ну, не надо, сынок, это плохо закончится, что мы говорим, да, все нормально, да, не горячий он, да, он же не горячий, они говорят, да горячий, они говорят, ну, давай, иди маленечко, что сделай, потрогай, да, и в розеточку залезем сами, потом больше не хочешь туда лезть, и все остальное, мы все пробуем, правильно, почему они нам позволяли это делать, не потому что это хорошо, понимаете, но потому что в угодной, чтобы ты понял, что лезть туда не нужно больше, когда ты взрослым станешь, не суй туда ничего, в эту розетку, и ты навсегда это знаешь, этот урок, и он... ... 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 Продолжение следует...